ГЧП успешно реализуется в районаправлении нашей системы образования. Первый – это детские сады. Сегодня из 9,5 тысяч дошкольных организаций 25%, 2,5 тысячи составляют частники. Это немного, но в 2016 году из 50% введенных мест было введено частниками. И мы думаем, что далее за счет программы «Балапан» доля частного участия будет расти. Сегодня из 202 тысяч детей, которые ходят в частные садики, 88% получают финансирование по госпрограмме «Балапан». Что мы в этом отношении планируем? За ближайшие три года, 17 по 19, планируется, что «Балапан» вырастет на 133 тысячи новых детских мест. Это первое. Второе – нами внесены изменения в правила госзаказа. Если раньше, допустим, ребенок один день в детский сад не пришел, то детский сад должен был эту сумму вычленить, вернуть ее назад в государство. Было достаточно трудно работать. Теперь эта привязка не такая жесткая, что повысит привлекательность частных детских садов. Новый проект сейчас находится в Министерстве финансов на согласовании. Мы надеемся, в этом году мы его выпустим. Третье – внесены изменения в СанПИНы, что они увеличивают и улучшают правила использования площадей детских садов, добавляются новые площадя. Проект у нас очень широко обсуждался с педагогическим сообществом и сегодня находится в Министерстве национальной экономики на утверждении. Мы тоже надеемся, что до конца года он уже выйдет. Мы, как Министерство, начали работу над внедрением практики предоставления гарантированного финансирования по БАЛАПА не на один год, а на три года. Это очень важно, сегодня это возможно в связи с новым бюджетным законодательством. Для частников это важно. Оно меняет стабильность детского сада, особенно при получении кредита в частных банках. Также планируем нести изменения и начать обучать воспитателей частных детских садов за счет государства. В итоге и те, и другие воспитывают наших детей, поэтому мы считаем, есть смысл частных воспитателей тоже обучать. Второе направление – это ТИПО крупное. Из 807 колледжей 45% частные. У них также размещаются государственные гранты. Мы так планируем, что новая программа содействия занятости на 50% будет обеспечена частными колледжами. По высшим учебным заведениям у нас 50% из полмиллиона обучающихся в высших учебных заведениях обучаются в частных вузах. Однако только 14% из числа обучающихся, которые получили гранты, выбирают частные вузы, что в целом говорит о большем доверии государственным вузам и, наверное, о большем качестве по госвузам. План у нас, мы и Мангелин Аргулей еще несколько раз собирались, это перевести государственные вузы в некоммерческие акционерные общества с дальнейшим привлечением капитала в государственные вузы. Таким образом, у нас будет достаточно большое количество партнеров из частного сектора в развитии высшего образования. И в среднем образование, оно у нас в целом государственное, несколько проектов у нас есть, вот как отмечал министр экономики. Наверное, самый успешный на сегодня – это кундулек, электронный дневник. С 1 сентября мы уже вошли в 3000 школ, подключено полтора миллиона детей, 175 тысяч учителей. И вот на сегодняшний день уже за своими оценками дети обратились 10 миллионов раз. И за домашним заданием обратились чуть менее 5 миллионов раз. То есть это говорит о том, что можно вот эту систему довести до всеобщего покрытия среднего образования.